Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Макту Сайфудин представляет Сегодня в программе домашнее чаепитие Татьяна Салмановна Макту Сайфудин в домашней обстановке А также мой видеосеминар, который я написала в 2007-2008 году в США, в Америке об успехе Секретная формула успеха Дорогие мои, я знаю секретную формулу успеха И с большим удовольствием делюсь ею с вами Итак, секрет успеха это абсолютная уверенность в тебе А уверенность напрямую зависит от нашей внутренней силы и энергии Наш внутренний мир создает наш внешний Вот так все просто Секундочку, блинчики я готова, сейчас я переверну блинчик И мы с вами продолжим Блинчик готов Блинчик готов Блинчик готов Сейчас, дорогие друзья, сейчас еще один блинчик, он будет жариться У нас же с вами ни одна минуточка не проходит даром Правда? Мы же работаем с вами над своим сознанием и подсознанием И закладываем в него позитивные установки, положительные мысли, афирмации Так что вот Студия позитивного мышления Татьяна Салмановна Макту Сайф Наш чем мы остановились? Предвижу ваш вопрос Как опрести уверенность путем изменения своего внутреннего состояния И для этого у нас есть прекрасная техника Мы используем афирмации Конечно, вы уже слышали или читали Они в книгах, может быть, в магии прочитали, да и не только В книгах и Луизы Хей, и Натальи Борисовны Правдиной, и Ангелины Могилевской И многих-многих других Так вот А, в книге Джона Кеха Так вот, применяя афирмации, можно приобрести любое необходимое вам внутреннее состояние Состояние счастья, любви, а также уверенности в себе Ох, чай! Ох, этот майский чай Коронароссийской империи Такое название Завтрак с чаем Коронароссийской империи Домашние блинчики с сахарным песочком Домашние are Chase Играет маму Домашние Домашние Ох, этоrel Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В этом шикарном отеле, в этом шикарном кафе... Продолжение следует... 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 о чем вы мечтаете, be and feel happy now. Вы должны излучать то, что хотите привлечь в свою жизнь. В этом секрет. Это, как вы понимаете, отрывки из моих видеосеминаров 2008 года, большую часть которых вы можете посмотреть на моей странице ВКонтакте Татьяна Сталмановна через записи, Мактум Саипудин через записи в моем исполнении, ну я была Александрова Татьяна Юрьевна, вы понимаете, да? Я эти видеосеминары сняла на 50-сирском уроке Думфил Коннексику в 2008 году. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Просто мне очень нравится, я очень люблю этот отель Grand Hotel Europe в Санкт-Петербурге. Я была там много раз в кафе, в ресторанах. Я просто его сравнивала. Также я была в отеле по Минсула Беверли Хилл. Есть таких пятизвездочных. И, конечно, знаете, Завинишин, о котором я уже говорила, посмотрит мой Live Journal. Ну, мои программы в рамках Live Journal. Ну, в отличие, знаете, в Grand Hotel Europe я была просто как посетитель кафе, ресторанов. Я там не жила в этом отеле. Так же, как я не жила в отеле Завинишин. Я была в Лас-Вегасе, но я жила в другом отеле, в Фукуин. А вот в отеле по Минсула я жила. Так что вот. Что? Продолжение следует... 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 все эти каналы гондолы магазинчики кафешки внутри внутри так что вот он этим этим как бы красив я просто смотрела даже номера по по интернету там принципе особый номера там лучше там этот отель я не думаю что и чем-то там особо как бы отвечает он этот отель за счет вот этих вот канал за то что это маленькая венеция вот защита чем этого мне это понравилось еще конечно знаете в эти огни там вечером выходишь там же темнеет рано и вот эти огни знаете эти сверкающие огни там в общем эти как вот такой вот праздник праздник новый год эти сверкающие огни очень такая иллюминация все вообще на все это вот улица потом это вышел подумать аль белланджо этот фонтан и ночью как-то вот это вот надо было сделать ремарку а то подумать что знаете вот так понравился вот это я наоборот считаю что как-то я же писала что там читал я вообще-то так и не такая идея была за счет понимаете там же они сделаны я когда вот знаете так там детским взглянуто что детки найти каким-то таким вот радостно знаете being happy now я на это посмотрела когда приехала взглядом being happy now и мне это и мне это вот вот эти вот отель как это его башню вот этого как венеция как замок знаете я вообще подумал что там что-нибудь уж такое нужно по типу дисней ленды или по типу каких-нибудь ну что-нибудь такое увлекательное и интересное для взрослых по типу диснейленда это было бы вообще феерический суд не горный бизнес а у них же там это что там пустыню и там места много они могли бы знаете построить но будет ли это так понимаете это понимаю казино это бизнес это вы понимаете да отдельная история приносит ли такие деньги диснейленд в общем увидите построены быть построены эти отели вообще такой вот ням нитки они необычные необычные вот они по такому по такому знаете шикарного знаете как вот вечером выйти красить красиво одеться выйти там как мы красиво машине шикарные там еще владею там в ресторан который берутся там не было супер что-то ресторан умеет это вот это вот какой-то такой шикарный отель потом это какой-нибудь а шикарный ресторан а там еще есть шоу шоу я тоже не посетила там еще говорят знаменитые шоу на этого лас-вегаса вот раскалываю такие мои идеи по поводу наслаждаться жизнью историей моей жизни конечно знаете вот это какие-то такие общие слова и как совсем не ну конечно феерически феерически вообще феерическую литературу какие-то предложения или вообще как говорила наталья правдина она перечитывает свои книги даже по вечерам она перечитывает свои книги или мотивирующие книги как говорят чтобы было определенный запас понимаете запас вот такой вот большой запас слов вот а еще чтобы чтобы такое какой-то вот восхитительные какие-то вот знаете вот читать что-то такое возвышенное хорошее чтобы и там какие-то хорошие предложения какую-то хорошую понимаете вот литературу в которой много таких слов понимаете излучайте счастье радость благополучие изобилия понимаете быть счастливым довольным кто смотрит на мою студию позитивного мышления я об этом говорю это языка процветания язык процветания мы с вами будем читать я буду вам читать книжку наталья борисовна правдиной она просто вот феерия феерия там что ни страница то феерия каких-то вот таких вот то предложение слов абзацева целая книга я уже рекламу так не делал так что так я отвлеклась от мысли до такое отвлечением отвлечения от мысли ну да да о чем ослаждаться понимать ослаждаться собой атмосферой обстановкой лас-вегас диснейленд так что так 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 Это видео-дополнение к моей главе, к моей книге «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания. Расширяем зону своего комфорта». Расширяем зону своего комфорта, по возможности путешествовать. Хотя в своем видео Светлана Ромакова говорит, что сейчас нет, конечно, феерия интернета. Сейчас по интернету можно попутешествовать в любую страну. Открыл YouTube и смотришь любую страну, какую хочешь. Можно попутешествовать, посмотреть феерические видеосеминары позитивного мышления. И посмотреть какие-то достопримечательности мира по интернету. Нет, феерия. Конечно, с интернетом пришла такая феерия. Но Светлана Ромакова говорит, что сейчас интернет открыл такое окно в мир, что, в принципе, она как-то счастлива, счастлива дома и очень как-то в деревне. И считает, что этим как-то можно ограничиться. Ограничиться. Приехав в Мексику, она поняла, что, ну да, пальмы, жара. Где Мексика, там, наверное, и какие-то все жаркие страны. Просто дело, знаете, вот, есть еще такая книжка. Она, кстати, была у меня куплена, эта книжка. Как же она называлась-то? Наслаждаться без, ну, знаете, наслаждаться всем, ну, не иметь это. Это очень такая интересная тема. Всю книжку не читала, она у меня изначально как-то, она у меня изначально не пошла. Это, знаете, что выехать, например, на Невский проспект, увидеть красивые здания, гранд-отель, шикарный, шикарный сайт. Знаете, это как, предлагается, наверное, ой, я книжку все не читала, немножко предположу. Это примерно то же самое, как поехать в Санкт-Петербург, когда подойти к гостиному двору, их по стажу. Посмотреть, что это шикарные, шикарные магазины, там совершенно шикарные товары. Насладиться этими зданиями, не имея вообще денег при себе, будучи бедным. Просто насладиться. Вот это вот пассаж, это гостиный двор, пройтись, может быть, по витринам посмотреться. Это шикарные, шикарные, шикарные одежды, шикарные платья. Вот здесь шикарная еда. Здесь совершенно феерические вечерние наряды. Здесь черная икра. Здесь шикарные сумочки. Здесь магазин с книжками, когда книжка стоит 500 тысяч рублей. Пройтись, вот пройтись, потом сесть на метро. Это хорошо, что у вас еще есть деньги на метро. Сейчас метро, я как понимаю, феерически дорого стоит. Татьяна Сталмановна... Татьяна Сталмановна, сколько там, на трамвае. Я не знаю, Татьяна Сталмановна на трамвае не ездила, наверное, лет, я не знаю, боюсь представить. Где-то 6-7, даже больше. Я на трамвае проехала вот за 6 лет. В прошлом году один раз. Один раз я вошла в трамвай, феерически красиво одета, спросила у женщины, сколько стоит билетик. Ну вот это, кондуктор. Она мне назвала цену, я, конечно, заплатила за билет, но я поняла, что нужно... Ну, Татьяна Сталмановна что-то немножко пошутить. Это такая немножко шутка была. Ну не то, что там торговать нефтью и газом, чтобы ездить на этом трамвае. Но вы хотите, чтобы я сказала вам правду, но хотите, чтобы я как-то вот сдержала себя и как-то вот сказала это как-то по-другому. Мы же как бы договорились, что нужно наслаждаться, наслаждаемся собой. Я вам о своем впечатлении рассказываю от этого трамвая. Я просто купила этот билетик, проехала до Комендантской, там, до Комендантской площади. И Татьяна Сталмановна искала петроэлектросбыт, где заплатить 6 тысяч. Я там, вы знаете, где-то башня, вот эта башня, вот эта большая, круглая, как-то называется, шайба, шайба на Комендантском. Я там оплатила только 5-6 тысяч рублей петроэлектросбыт, в этом терминале. Я просто подошла к этому терминалу, в 5 озер, там не было этого петроэлектросбыт, а на мою квартиру, платеж. Вот. Вот. Я прошла туда, там, знаете, вот раньше было петроэлектросбыт, я просто рассказывала. Там офис закрылся, я решила сесть на трамвая, я подумала, был офис на Комендантском, но это было когда? Лет, сколько, 6 назад тоже. Вот. Я с удивлением обнаружила, что тот офис тоже закрылся. Кстати, это, по-моему, тот самый дом. Я, знаете, немножко ошибаюсь. Фамилия его не Чернов, а Черноков. Я вам просто рассказывала в другом видео, забыла. Черноков. Наверное, это про тот он дом говорил. Я так предполагаю, что это примерно вот тот дом или примерно где-то вот там, ну, вы помнили, да? Я с удивлением обнаружила, что там офис тоже закрылся, думаю, хорошо, зайду вот в это вот феерическая торговая, торговая этот комплекс. И там я оплатила в терминале петроэлектросбыт. Это к чему? Нет, я просто, я просто, понимаете, если немножко, конечно, я так прошутила, чтобы проехать на трамвае, купить за билетик, нужно торговать нефтью, газом, то чем же нужно торговать, какой нужно иметь бизнес, чтобы иметь вообще лимузин с частным водителем или хамер. Ну, для уточнения, может, кто скажет, знаете, там вот возьмет эту фразу, скажет, вот Татьяна Солмановна это сказала. Ну, хорошо, хорошо, я скажу так, чтобы ездить на трамвае в связи с этой стоимостью этого билета, я считаю, что человек должен хорошо зарабатывать. Я считаю, что те люди, которые на низкоплачиваемой работе, они не могут позволить себе ездить на этом трамвае. Вот что я хочу сказать. Конечно, они, наверное, покупают карточки, еще что-то. Вы просто понимаете, вот тот человек, у которого семья, который, я не знаю, там работает, например, кассиром. Я вот видела объявление, что кассир получает по 30 тысяч рублей в месяц. Я видела объявление, когда 30 тысяч рублей. У человека, может быть, семья, он кассир, у него семья. Это каждому члену семьи купить по этой карточке, чтобы он не ездил на трамвале. Просто, что вы понимаете, по реальной жизни, кило помидор, вот 100 рублей. Смотрите, вот этот, напротив, напротив вот у меня, вот эти вот, как там, займедвор или магазин, как он называется, поменяли там, какой-то новый фигмент. Магазин магнит, какой-то какой-то. Я захотела там, не дам, а там помидоры стоят 99 рублей. Потом из карта, а, да, там Салман, сейчас вот это на семинарах, она там, в общем, где тут простые люди, где там вот это вот, какая-то панинсула, она там, а что мы будем слушать панинсула. Мы тут живем, где там эта панинсула, где там этот лас-вегас, понимаете, вот это с винишиным. Ближе к жизни, ближе к жизни. Вот помидоры, килограмм помидоров, 99 рублей. Я не понимаю, сколько там, 50 рублей стоило за это. 50 рублей. Ну, плюс-минус, на метро или вот это, как там, вот это, посмотрим, сколько стоит, не знаю, там, примерно 50 рублей на метро, на трамвай стоил билетик на метро. Это, чтобы туда проехаться на трамвай до Комендантской площади обратно, это, примерно, нужно потратить 100 рублей. А человек, который зарабатывает кассиром, это, 30 тысяч рублей, он может на эти деньги купить кило помидоров. А если он едет втроем, если они едут втроем, это уже, это уже сколько там, 300 рублей. Так зачем ему ехать на Комендантскую площадь, когда они могут пойти вот в этот магазин? 10 яиц стоит 100 рублей, даже 70 рублей, вот это, в магазине Смешаков. 70 рублей. Они подумают, зачем им ехать туда, когда они могут на эти деньги купить кило помидоров. Они могут за 70 рублей купить десяток яиц, маленькую вот эту упаковку сметаны, которая, примерно, стоит 25 рублей, пескалевская. Это, грубо говоря, 200 рублей, с небольшим. Хлеб 20 рублей, половинку хлеба 20 рублей. И на оставшие, если только там осталось, знаете, на 50, больше, на 60 рублей, небольшой кусочек сыра, они могут вот такого нормального сыра купить. Это, грубо говоря, ближе, вот как-то вот так. Вот я о чем хочу сказать. Я даже не взяла. Я даже в связи с чем? С перестройкой? В связи с тем, что хотели построить что-то там в Советском. Знаете, я еще из этого, из Советского Союза. Тел Салман еще из Советского Союза. Тел Салман еще помнит. Вчера, мне сказали, что вчера был день пионерии. Пионерии, да? Пионерия. Какая строгость была. Знаете, пионеры, они дежурили, выборы были какие-то, выборы какие-нибудь. Я сама лично. Была школьницей. Эти парады, как там, путешествия, демонстрации 1 мая. С этими плакатами. Все очень строго было. Пионеры дежурили, там выбранные такие штуки были, все эти выбранные корзины, пионеры стояли. Около этих выбранных, вот этих. Я сама была, потому что, знаете, вот была. Такое все было. Д�' Νто, смецияikk murderer. Вот. С wondering, ролик. Дианина. Entertainment. Реалик. Реалик. Но, что нужно сказать, зато трамвай, это вам не вот это, зато трамвай. Я привела внимание, что трамвай красивый, удобный, все кресла подчинены, кондуктор, в принципе, нормальная женщина, в форме, в униформе, все очень прилично и приятно, но по типу американского. Знаете, как там, американские цены, знаете, по типу, я жила 4 года в Америке. Я жила 4 года в Америке. Я жила 4 года в Америке. Я жила 5,2 октября, в американской форме. Я昨 hahaha.. На другом видео я вам рассказывала про мою маму Александру Томану Петровну. Она больше 20 лет проработала редактором Ленинсда. Это были советские времена, но что она смогла за долгие годы позволить, например, из крупной мебели купить эту стенку, кредит, на которую она взяла в Ленинсдате, и кредит, который она выплачивала в Ленинсдате. Вы поняли, да? Стенка, мебельная стенка. Выплачивала несколько лет. Так что вот такие вот дела. Нет, мы тут на зарядочку нужно поставить. Компилку, зарядочку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А, у меня здесь она была. Здесь зарядочка. Продолжение следует... 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 еще хочу сказать что номер знаете номер телефона как никогда как никогда сегодня ночью и ночью и утром такой номер телефона мне звонить заканчивается на 10 может печатку же можно взять знаете сколько раз мы звонил на телефон там поднимаешь трубку там молчание молчание молча звонят молчать сегодня как никогда в манере застирала в черный чайный список мне тут поставить я просто очень удивляю здесь на 1 20 название на 15 монеты днем и утром и ночью на к заканчиваются надеюсь так что я просто буду интересно начать же наверняка есть номера которые неизвестно на кого формы наверное из таких номеров что наверное непонятно где там непонятно где-то куплен непонятно на кого оформлен поэтому наверное они с такой уверенностью звонят и молчат что их как бы не найдут так что вот спросить что что же они звонят и молчат вот лекарства не будет встань встань королевы притворяйтесь пока не станете кем хотите она любезно поздоровалась в комнате отдыха и спросила как ваши дела хорошо ответила девушка нет возразила эш это не может быть хорошо ведь вы же на самом деле великая женщина а это только фальшивая маска вы не чувствуете себя великой так притворяйтесь пока не станете ею мэри кейт вагнер эш легенды бизнеса или как стать богатым это я читал мои такие я же стала книжку четыре года в америке у тайной психологии денег теперь это богатство процветания и на самом деле у меня там материал уже подбирала в другой книге на вторую книгу я хотела писать о любви о любви и о счастье так что вот я читала я у меня как же он говорил огромная библиотека вот и я читала различные книжки смотрела видео все это позитивное мышление смежные науки и делала определенную то есть вы понимаете да прочитал почитаю книжку отделан до какие-то пометки затем выписывала так что мне очень нравилось я все это фиксировал выписывал на компьютер компьютер и так далее так что вот немногие рискнуть быть не такой как всем быть первый быть лидером любить жизнь несмотря на ее коварство имея остальной стержень внутри оставаться женственной и загадочной без страха смотреть в лицо будущему вырваться из ряда посредственностей стать исключением не имеет значения кто ты откуда родом богата ты или бедна все это второстепенно единственное что важно это как ты любишь как остаешься верна тебе какой путь выбираешь будь королевой это по силам речь на выпускном балу женского колледжа опра уинфри книга марианна уильям уильямсона женское достоинство я просто вам такие немножко такие небольшие ремарочки хочу сказать что ведь я вот когда увидела эту цитату великолепная цитата в ту книжку конечно она у меня не вошла ну что такое физически великолепно ведь у меня даже есть такая привычка я смотрю какие-то передачи дать записываю фиксирую потому что вы были я еще раз прочитаю еще два раза вам прочитала потому что когда я это увидела прочитала я конечно я сейчас прочитала и в общем сейчас сделаю свои комментарии просто что такое феерическое знаете как как говорят я вообще знаете изучаю уже давно людей которые добились богатства успеха как они это сделали вот поэтому что-то такое интересное я даже записывала выписывал все изучу это вы поняли да я просто испытываю как там невероятную страдать получил почитаю прочитала вот например вот этого вот это вот еще я еще раз вам прочитал в эту цитату и просто нить когда они это читают а в книжке ли где-то нам в общем или в интернете испытывая вот эту вот страсть к таким цитатам мыслям слова вообще великих вот это знаете вот вы понимаете еще раз читаю немногие рискнуть быть не такой как все быть первые быть лидером любить жизнь несмотря на ее коварство имея стальной стержень внутри оставаться женственные и загадочные без страха смотреть в лицо будущему вырваться из ряда посредственности и стать исключением не имеет значение кто ты откуда родом богата ты или бедна все это второстепенно единственное что важно это как ты любишь как остаешься верна себе какой путь выбираешь будь королевой тебе это по силам это лично выпускном балу женского колледжа на прямая опра оправы и если я не ошибаюсь мне просто выписано и написано мне смотрите написано что это речь на выпускном балу женского колледжа сколько оправы и тире книга мариан уильямстон женское достоинство но это явно написано в книжке женское достоинство поскольку когда я выписываю цитаты я обычно напишу кто это из какой книги так что вот ну знаете я сказала что сказать надо еще мне еще это еще раз цитату проверить за интернете чтобы это было все топе-топе да но я хочу сказать что правы и она считается вообще топ-топ в америке вся америка знает все американцы знают управлять вот на скидку смотрите какая речь какая женщина чего она добьет а кто знает эту историю что я воспитывали а что ее вообще такая у нее такая детство юности не было не очень вы знаете вообще как говорите воспитывал вам бабушка бабушку я воспитывал ручку когда вы поняли да то есть в принципе она из такой вот этой семьи ну там поинтересуйтесь вообще как бы вот там история успеха у провинции миллионерша это по первая африканская вообще женщина миллионер миллиардер общем богатейшая женщина которая я в америке смотрел эту передачу она свои на своей программе на какой-то юбилейный дарила всем кто пришел на программу этим зрителям каждому по машине ты был какой-то юбилей или по юбилей программы понимаете она смогла там каждому машине подарить богатейшая понимаете знать или у нее знать такое интервью новое я надеюсь вы знаете женщина которая приглашает знаменитости тех тех кто ей интересен свою программу и берет интервью там на центральном канале телевидения и оправы инфри знают все вся америка я так ну может быть пару человек кто-нибудь кто не знает но 95 процентов американцев знают только оправы инфри просто муж отталкиваемся от ее всеобщее понимаете миллиардерша все американцы знают и что она вот как смотрите любить жизнь любить жизнь оставаться женственной и загадочной вместе с держим внутри быть первым единственное что важно это как ты любишь имеется ввиду любишь себя или любишь мир будь королевы тебе это по силам просто его захотел рассказать и что такое обсуждать на тему по философствовать на тему на что значит флиртовать с миром что значит флиртовать то что мои мои предположения что значит по поводу счастья я вам уже говорила утверждать счастье вот а флиртовать знаете вот флиртовать с миром я просто вам хочу привести один я на эти вот сегодня думала на эту тему и подумала вот из этих вот женщин у которых найти вот которые на виду которые вот такие известные мне очень просто нравится все кто из советского союза тут всех ну там смотрели спокойной ночи мы лучшие татьяну видение его диктор центрального телевидения которая вела спокойной ночи мы лучшие татьяна видение его это понимаю последствия бизнес стала бизнес-вуман вообще актриса снималась в фильмах играет в театре и а вот посмотрев ее некоторые интервью как она себя как она о себе говорит что чтобы выйти из у нее уже привычка посупа научилась на актерском постов стала диктором она говорил в интервью что она не могла никогда себе позволить например просто выйти на улицу сначала она приводила себя в порядок прическа макияж одежда а потом она уже выходила потому что ее увидели как диктора и она не могла себе позволить чтобы увидеть в каком-то таком непонятном виде люди которые потом непонятно что они скажут она об этом говорила она красивая она я сейчас достаточно много лет ну не очень ну в принципе много лет как она хорошо шикарно выглядит она мне просто очень нравится как она говорит как она одета и правда как она себя преподносит я просто хотела привести такой пример одно дело понимаете как-то вот по поводу ну там как-то может быть и дарит как-то привести себя в порядок и вообще-то куда-то на кратику прическу но не каждый день живут будешь там гонюди обычные люди нежные там прическа вот это вот а здесь понимаете вот диктор и вообще такая профессия и в общем обязывая как наверно какие-то такие вообще актрисы вот я предполагаю что уже в таком состоянии красивом она еще просто красивая женщина и в таком феерическом феерическом макияж прическа одежда выходя на улицу она уже понимаете наслаждает наслаждается как бы собой наслаждается собой понимаете и вот с такой энергетикой и такой энергетикой вот уже выходит наслаждаясь того и своей красотой так что вот я просто хотела привести такой немножко ну вы наверное понимаете какой оппозит пример но я не буду не будем оппозит и говорить что подумали того из того и я слышала интервью я ее интервью поняла что в любом возрасте она себя держит форме она держит тебя на диете и в общем на красоте и вообще шикарно и красиво и это вот как раз об этом здесь я немножко такое из того что я слышала и смотрела видео интервью то есть то что я вот уже она в своем интервью так вот говорила я вам ножка вот такую картину потому что я лично ее никогда не видела я не знаю я лично ее не видела я вот то что . вот что там в интернете посмотрела так что вот и возвращаясь к привинке смотрите вот будь королем вырваться из ряда последствий стать исключением ну да вырваться из ряда последствий стать исключением татьяна салманова тоже стремится татьяна салманова на петергофе ходила в магазин пятерочка знаете а я себе брендирую знаете мою коллекцию а я еще знаете как там дизайнер позиционирую себя как я говорю коко шанель черное маленькое платье у татьяна салманова мактун сайм фудинь обувь разного цвета один сапог осенний цвета фуксистесе другой черный такая небольшая шубка это в петергофе как почему я там ходила мы там были в магазине знаешь по петергофу в разного цвета в разного цвета я одеваю на эти разного цвета перчатки у меня себя так в общем как говорится как-то вот так и летние сапожки разного цвета хотя не все это понимают сейчас я это не так часто делаю не все это понимают я только раз на такси ездила выходишь там даже может смотреть на моем видео ходишь садишь на такси такси даже сказал а вы забыли вы забыли обувь переодеть мысли у вас разного цвета не каждый как бы еще как-то понимает здесь есть такой шанс сразу говорит что вы знаете я дизайнер вот мой эллин четыре этажа цвет фуксистости я себе так рекламирую в обуви разного цвета еще раз мы рассмотрим что же она советует быть первой быть не такой как все немногие рискнуть быть не такой как все быть первым быть лидером любить жизнь несмотря на ее коварство иметь стальной стержень внутри оставаться женственной и загадочной без страха смотреться в лицо будущему вырваться из ряда посредственности стать исключением вообще это просто феерия не имеет значения кто ты откуда родом богатые ты или бедна все это второстепенно единственное что важно это как ты любишь как остаешься верна себе какой путь выбираешь будь королевой тебе это по силам я еще точно за интернет что это точно она сказала о правы инфе но понимаете это вообще но у конец вы поняли там сказала для аналина на выпускном в колледже она добилась такого феерического успеха железда ли но ухом и потому что мало ли кто что сказал понимаете наверно кто-то там что-то но мы их не знаем она добилась такого феерического успеха боюсь предположить что не каждый американец может даже вам назвать всех там американских президентов хотя возможно и могут не знаю вот но то что вот это оправы инфе то что почти все знают оправы инфе которые уже много лет на центральном телевидении американцев и как говорят если тебя оправы инфе пригласила на передачу ты уже здесь потому что тебя посмотрела там больше 50 процентов американцев так что вот вот чем вот чем как говорится что говорили богатые знаменитые как они думают чего они добились вот я вот чем хотя большим удивлением я посмотрела как сказать про стива джобса про стива джобса наталья правдина тут говорила что у неё кумир вообще стив джобс и она сказала что этими телефонами телефонами мы обязаны стиву джобсу знаете честно говоря я только вчера вчера узнала что мы обязаны телефонами стиву джобсу как ты вот так смотрела думаю как там так этим технологиям что-то там такое в общем честно говоря я как-то вот честно говоря из из того что я знала против джобсу я что это такое интернете во что он долгие годы или какое-то время боролся с тяжелым с тяжелым заболеванием которое ему не удалось надо еще раз или что такое вообще говорит она еще раз на все это посмотреть на интернете даже не знаю что он сказать я просто что хотела сказать давайте еще раз я посмотрю потому что я что-то такое скажу потому что я на скидку для себя не смотрела там ждать чтобы не сказать что-нибудь такое что может каким-то образом я хотела до прокомментировать я просто про него ничего не могу сказать а вот про так скажем а что вы передачу только какой-то я там это интервью что такое смотрела сейчас мы посмотрим что там пишут прости вы джобса просто из того что я знаю говорят что очень вредно во-первых спать рядом с телефоном а потом очень вредно разговаривать много часов по мобильному телефону что это большой вредно раньше были обычные телефоны с проводом вот это вот можно назвать и у кого нет конечно там как там поговорить там несколько минут я вообще интернетила что это очень вредно таким мобильным телефоном кто разговаривает например часами или много времени проводить на вот этих вот таких мобильных телефонов что лучше иметь стационарный телефон как раньше был ну вот давайте сейчас я тут уберу прочитаем про него стив джобс википедия потому что ну когда ты спрашиваешь такой говоришь нужно уже точно быть интернету и мы уже точно посмотрим что википедия нам скажет про стива джобса погода кстати погода сегодня показывают на аж на 10 градусов меньше вы чувствуется 15 градусов в Санкт-Петербурге вчера было 27 сегодня 15 показывают ну вот написано что да родился он на 24 февраля 55 года а умер 5 октября 2011 года прожил 56 лет просто насколько помню он на долгие годы боролся с раком это из того что я смотрела просто чтобы не быть голословно сейчас посмотрим что еще википедия скажет на эту тему я просто хотела прокомментировать это немножко я просто когда вижу крупный портрет у натальи правдинной спиной этого стива джобса я знаете честно говоря ну мать и мои какие-то маленькая ассоциация просто вот смотрела тогда еще смотрела я подумал надо такой богатейший его не смогли вылечить столько денег а помочь ему не смогли вот в чем вот это вот и за спиной его стена и за ее спиной был портрет вот так вот а потом я соотнесла с тем что вредное воздействие телефонов я вообще в интернете что очень может быть вредное воздействие кто много часов говорить по телефону по мобильнику вот он рекламирует эти телефоны ну такой страны кто же так сказал там я и тони роббинса и вот это там я много чего там загружают сказал а это сказал армакова сказала так что вот знаете можно прожить сто лет но нужно можно найти кто-то живет меньше кто-то живет сто лет важно качество жизни так что вот она говорила то есть это в общем вы понимаете да ну да корпорация apple один из основателей представитель сервис директоров геокорпорация apple я правда не знала что он с телефонами связан я знал там кит компьютер я была там еще что-то просто я хочу найти вот этот момент где-то пишет чтобы не быть тоже голословно думаю передачи я посмотрела мало ли что чтобы найти вот это вот тут много что пишут на читали это не буду просто хочу еще подтверждение моим словам что именно такая болезнь и так далее еще сейчас тут много чего написано умеет особо не интересно как можно Так, сколько пишем. Так, сколько пишем. Тут много чего такое пишут, наверное, это прорыв в технологиях, это просто к чему, что это, наверное, такая связь. Знаете, как там, по типу вот так вот, немножко вот так вот. Просто у меня у самой даже, знаете, у меня сейчас тоже нет домашних годов, даже годы были, знаете, телефоны домашние, у меня домашнего телефона нет, мобильные, сейчас, знаете, мобилизировали как-то мобильными телефонами. Только мобильный телефон, домашнего телефона у меня нету. А я любитель. Я любитель поговорить, это, конечно, редко, там вот это вот. Ну, с кем тогда вот, когда там было, я так помню, какой там, в прошлом, в прошлом, позапрошлом годах, смотрите, мои там, я там иногда говорила по часу, по два, по три, я могу и по пять часов по телефону говорить, я могу по телефону говорить, что в пять. Тут столько пишут. Цитаты, в общем, как-то, ну, в общем. Не знаю, сказать вам или нет, знаете, люди, знаете, по энергетике, знаете, я вообще посмотрела по энергетике, знаете, это была страшная Вторая мировая война, 1941-1945 годы, про Афганскую войну, ну, мало ли, мало, в принципе, нам мало что говорили, мы мало что знаем. И, судя по всему, по энергетике, знаете, Афганская война была страшнее, чем Вторая мировая. Ну, как большой любитель гулять, ну, здесь где гулять, здесь вот вышел на долгоземную туда, как говорится, что да, как там называется, собор там строят, строят собор в сошествии от святого духа на апостола. Если вы пойдете дальше, перейдете дорогу, там будет памятник. Памятник Чернобылю. Я просто в этом месте гуляла лет шесть или семь, каждый день, там, лет пять-шесть, каждый день там проходила. А потом совершенно каким-то вот этим обнаружила энергетику, вот этого памятника и вообще, судя по всему, знаете, по энергетике Чернобыльская катастрофа была страшнее и Второй мировой, и Афганской войне. Поэтому, когда говорите «Корбачев», те люди, которые сразу были военнообязаны, кинуты туда, в реактор, вообще первые, там, скажем, я знаю, там, минуты или как там, минуты на остановку вот этой вот катастрофы, просили его удостоить их, чтобы они были героями, чтобы им дали медали, чтобы они были герои России, которые там ходили, отключали, знаете, вот войти в этот реактор, отключить, знаете, вот эта радиация, это ужасная смерть. Это я читала, а Горбачев сказал «нет». Не дали он им не дат. Поскольку там, вот, говорю, что вот в этом вот эпицентре и так далее, там вот эти костюмы, там что спасти не может, там такая доза, что, в общем, она совершенно вот это. Но об этом тоже не говорят, и считается, что да, специальные службы, это же специальные, знаете, к чему-то, к МЧС, специальным этим обученным, то есть, считается, знаете, они как-то называется, их послали, это, наверное, армия, армия специальные вот эти, у них такая работа, это считается определенная работа, служба, в общем, это примерно, наверное, как, знаете, как пожарники, вот пожар, они спасают, там, высотные здания бывают, ну, в общем, это работа, это определенного рода работа, наверное, считается работа, это работа, это работа, это работа. КОНЕЦ Пока я не нашла, пока я не нашла, нашла, так скажем, место, где, то что он болел, от чего он умер, в общем это нашла, не сказано, что это рак, так что пока я не нашла эти слова в Википедии, что он от рака умер, здесь написано, что там болел, лечился, что умер, а слова рак я пока не нашла. Может быть это было другое заболевание, может какое другое заболевание здесь пока я вот может и какое-то другое заболевание может взять и я могла убитывать но самое интересное здесь написан час час день и конечно год больше всего мне поражает здесь написано даже время я такого не видела никогда ну ладно день понятно но время источное время указано и причина указана кто-нибудь ждут может почитать может быть это была может какая-то неизвестная болезнь так что по поводу то что я сказал рак я то есть как говорится я пока этих слов не нашла значит ну в любом случае болел написано что я долго лечился вот и а слова рак я не нашла может быть это была какая-то другая болезнь вы поняли да так что вот если бы там от рака там был наверно было вверху там так написано весь на здесь нет таких слов неизвестны но вот вот ê вот вот Да, не указано, ну, значит, что-то другое. Я, раз не указано, значит, не буду утверждать. Про награды пишут, а как, сколько много, ну, тут много всего такого пишут. Ну, знаете, что удивляет и поражает? Знаете, что удивляет и поражает? Это просто феерично. Вот смотрите, я даже не читала, что он... Я узнала из видео Натали Правдиной, что мы благодарны Стиву Джобсу за телефона. Это я узнала из ее видео. Смотрите, когда мы берем телефон, ну, когда, если берешь телефон, ты в него говоришь, правда? Ну, в принципе, если компьютер, там смотришь, там набираешь. А здесь, в принципе, телефон для чего? Для того, чтобы слушать и говорить. И знаете, что здесь написано? Что Стив Джобс умер в 3 часа дня 5 октября 2011 года в своем доме в Калифорнии из-за осложнений, приведших к остановке дыхания. Из-за осложнений, приведших к остановке дыхания. Так что вот. Вы просто можете втопить, и все нужно конкретно, знаете, как-то вот это вот смотреть. Я вам прочитала, я вам зачитала, зачитала эту Википедию. Википедию. В октябре 2003 года у Стива Джобса был диагностирован рак поджелудочной железы. У Джобса оказался очень редкий, поддающийся оперативному лечению, тип заболевания, известный как нейроэндокринная опухоль островковой клетки. Так что все-таки от рака. Ну ладно, закроем, не будем как-то вот это. Я просто к чему, я просто подумала, что там столько, там столько про него написано было, я все читать не стала, и мало что о нем знаю, просто я так понимаю, что он был богатейшим человеком, и наверняка он обращался, наверное, к лучшим врачам мировым. И врачам, и методикам, и, наверное, и хирургам, и системам, и так далее. Он мог, наверное, заплатить огромнейшие деньги, чтобы его вылечили. Я так понимаю, он мог от хирургов, врачей, лучших, я не знаю, там, людей, лучших врачей, которые лечат рак, лучших, я не знаю, там, целителей и так далее. И, в общем, вы поняли, да? У меня просто мама, Тамара Петровна, тут же умерла от рака. Совершенно страшное дело, страшное заболевание, совершенно страшное заболевание, хочу вам сказать. Так что вот. Но, перейдя к позитиву, к тому, что мы можем посмотреть, изучить и так далее, например, Луиза Хея в свои 45 лет была больна раком, и она сумела с помощью своей методики, с помощью правильного питания, прогулок, позитивных утверждений вылечиться от рака. Если она в 45 лет оболела раком, она совершенно, используя свою методику, она полностью излечилась и прожила больше 90 лет. Используя методику положительных аффирмаций, я слышала даже, что у нее было издательство, и что работу в издательстве все начинали с положительных каких-то настроев, аффирмаций. Я тоже вам загружала огромное количество ее видео, аффирмации Луиза Хея, это очень известная, она вообще такая основательница, можно так сказать, знаете, как она пропагандировала положительные аффирмации. Огромное количество аффирмаций я тоже там это и читаю, это на моем канале, беру книжки Наталии Правдину, читаю положительные аффирмации. Так что вот. Это просто положительный пример. 45 лет болела и вылечилась от рака и проживаю еще долгие годы, больше 90 лет. Просто, ну вот, из того, что мы знаем. герой в одной заставки, Продолжение следует... 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 Хотя мы с вами посмотрели, что сегодня 15 градусов, ну переменная облачь, а так в принципе шикарно, шикарно, просто воздух, знаете, одно удовольствие, дышать свежим воздухом, наслаждаясь деревьями, погодой, ну да, они 27, ну зачем им 27, в Санкт-Петербурге такая влажность, что 27 ощущается намного больше. Здесь много, что думаю, что вам это, повышение либидо, практика для повышения либидо, нет, об этом мы читать не будем, давайте идти немножко о благодарности, что я просто листаю, это талисман вечной молодости и красоты. Талисман вечной молодости и красоты, чтобы всегда сиять, ох, нам нужно сиять, сиять в молодости, сейчас мы зачитаем, почитаем, ах, эти пионы, ах, эти пионы. Меня мама, Тамара Петровна, выращивала в Белоострове, межосторожные 20, пионы, очень красивые. Кстати, мне привозила на день рождения, какие-то букеты пионы, они как раз распускались к моему дню рождения, на день рождения 20 июня. И, кстати, на следующий год у меня будет юбилей, нужно, знаете, наверное, готовиться, знаете, стать такой физически, вообще какой-то такой, все-таки юбилей 50 лет, представляете, будет на следующий год. Какой юбилей? Полвека? Я думаю, что нужно задуматься на год вперед о юбилее 50. Я вот думаю, неужели прошло уже 10 лет? Это к чему? Это к моей книжке «Тайная психология денег. Скорее-то, богатство и процветание». Знаете, в голове человек что-то, что как-то ждет, понимаете, вот ждет, там, я вам читала, да? А нужно вот не ждать, а нужно наслаждаться. Этим мгновением, этим днем, понимаете, наслаждаться собой, наслаждаться чаем, как я сегодня кушаю, он такой завтрак, блинчиком. Так что вот, наслаждаться шикарной погодой, природой, деревьями, своей красотой, чашкой чая, с блинчиком, шикарными книжками. Ну что, давайте к талисману молодости, красоты. Чтобы всегда сиять молодостью и привлекательностью, рекомендую обзавестись талисманами в виде пиона. Пионы считаются воплощением янской энергии, символом красоты и привлекательности. Вам понадобится картина с изображением пиона. После ее приобретения опрыскайте ее соленой водой, чтобы убрать накопившуюся энергию. Опрыскать ее соленой водой, она не испортится от соленой воды. Затем зарядите картину своей энергией. Поставьте ее перед собой, закройте глаза и представьте, как вы превращаетесь в цветок пиона, изображенный на картине. Как интересно. Почувствуйте, как по всему телу разливается тепло. Каждая отлеточка вашего тела получает заряд бодрости и красоты. Вы благоухаете, как пион. Благоухаете. Затем откройте глаза и произнесите. Я красива, мое тело излучает здоровье и молодость. Мое тело – это покрывало божественной любви. Мое тело наполняет сияние юности и красоты. Теперь можно повесить картину в своей спальне. Каждое утро, просыпаясь, смотрите на картину и произнесите волшебную форму молодости и красоты. Я излучаю энергию красоты и молодости. Мое тело прекрасно. Это советует Наталья Борисовна Правдина. Закрепите свой новый настрой на уверенность и привлекательность с помощью аффирмаций. Обращайтесь к ним как можно чаще, пока не утвердятся глубоко в вашем подсознании. Я наполняю свое тело любовью. Какая девушка, какие-то киржеватые волосы, какая улыбка, глупость. Обратите внимание, это в книжке. Какая красота. Я наполняю свое тело любовью, и оно расцветает. Я создаю идеальную гармонию в душе и притягиваю в свою жизнь идеального партнера. Я выбираю радость и красоту. Я воплощение юности, радости и красоты. Я доверяю жизни, я верю в свою счастливую звезду. Ну, мне мой компьютер показывает, что... Сколько же мы сейчас сделаем? Я думаю, я уже 2 часа заснимаю. Сейчас, знаете, здесь отсвечивает немножко. Ну, давайте посмотрим, сколько там. 2 часа съемочка идет. И так, знаете, это как солнце. Знаете, как солнце вот это вот. Сейчас 2 часа. Ну что, сделаем 2 часа и 28 минут. Позитива со мной, с Татьяной Салманной Мактум Сайфудин. Это будет такое видео на 2 часа и 28 минут. Позитива со мной, с Татьяной Салманной Мактум Сайфудин. Творческая студия позитивного мышления, силы и позитивной мысли. С вами Татьяна Салманной Мактум Сайфудин. Потому что компьютер мой показывает, чтобы я освободила пространство. Потому что у меня тут загружены фотографии, видео. Вот, и он мне сигнализирует, что эти байты, килобайты уже достаточно. Вот это вот нужно освободить из кого-то пространство. Так что вот, имейте в виду. Или мы с вами посмотрим, чтобы оно, в общем, как говорится, в принципе, еще можно заснимать там. Можно еще на снятии, на 2,5 часа, сделать, да, есть такое. 2 часа и 28 минут. И звучит красиво, правда? Что, почитаем. Еще немножко книжечку. Поверьте в свою уникальную... А какие шикарные фотографии Натальи Борисовны Правдиной в ее книге. Вообще здесь это фонтанирует ее фотографиями. Книжка фонтанирует ее фотографиями. А ты относитесь к себе с вниманием и нежностью. Сейчас мы с вами будем целенаправленно корректировать вашу самооценку, дабы приблизить ее к реальному положению вещей. А именно, к осознанию того, что вы уникальны. Каждый человек уникален. И именно эта уникальность сделает его бесценной частичкой общего вселенского потока жизни. Каждый несет в себе неповторимый божественный замысел, заложенный при рождении. И все особенности, все индивидуальные черты, способности и недостатки, сильные и слабые стороны человека, все они часть этого божественного замысла. Часть божественного замысла. Ну, так пишет Наталья Борисовна Правдина. В общем, читаю. Дорогие мои любимые читатели, каждый из вас автор Бога. Татьяна Салмановна, мне не надо задавать вопрос. Это Наталья Борисовна Правдина. Я читаю на 20-й странице ее книги. Как-то я... Дорогие мои, любимые читатели, каждый из вас автор Бога. У меня даже это выделено. Просто вот это. Если у вас есть вопросы по этому поводу, вы можете спросить Наталью Борисовну Правдину, почему она так написала. Когда вы ощущаете духовное родство с божественным началом, когда вы ощущаете себя частью всемирного бесконечного разума, это наполняет душу счастьем. А счастливый человек привлекает к тебе все больше и больше счастья и любви. Вы знаете, что слово харизма в переводе с греческого означает Божий дар? Я вот не знала. Видите, как много интересного можно узнать. То, что есть харизма... А что есть харизма? Как не проявление индивидуальности человека, его уникальных черт, способностей, талантов, которые отличают его от других людей. Индивидуальность, то есть харизма, есть у каждого человека. Каждый обладает своим собственным Божьим даром. Сейчас я посмотрю, у какого года эта книжечка... А, знаете, у меня эта штучка немножко... Какого года, не смогу вам сказать. Ну, вы там все хотите, вы можете там посмотреть. А здесь она шикарно выглядит. Не да. Сейчас посмотрим, когда в печати она подписана. Сейчас посмотрим, а здесь тоже... Это здесь не указано, здесь титров нету. А, это не титры, это реклама какой-то книги. Скажите, да, любви. Это можно на сайте где-нибудь там посмотреть. Ну что, уже больше пошло, больше нет? 20. 40. 40. 50. 60. 100. 60. 50.